Ребята, этим видео вы должны поделиться с как можно большим количеством людей, потому что видео будет посвящено, то, что мы сейчас с Леонидом сделаем, будет посвящено очень простой вещи. Как по-человечески поджарить в духовке курицу целиком, а-ля курица-гриль, чтобы она была вкусная и сочная. Смысл в том, чтобы проникнуть в курицу вглубь, чтобы туда проникла соль, влага и вкусы. Внутрь курица. Вот, вы сейчас поймете, что я прав, предлагаю вам этот способ, вы поймете, насколько я прав, и вы, пожалуйста, поделитесь, подарите эту ссылку на день рождения своим друзьям на 8 марта, на 20 февраля и просто поделитесь на халяву, в конце концов. Смотрите, вот объект, вот объект главный, вот она курица, обычная курица из магазина. Многие, кстати, говорят мне в комментариях, покажи нам, как готовится еда на основании продуктов, которые покупаются в обычном магазине. Ну вот, это курица из обычного магазина. Мы все покупаем в обычном магазине. Нет, мы все покупаем в обычном магазине. Ну вот обычная курица. Вот она, да. Курица. Вот кастрюля с водой. Кастрюля такая большая, чтобы в нее поместилась курица. Настолько большая. Она не дико большая, правда. Задача, чтобы в нее эта курица поместилась. Вот вода. Я сейчас в воду добавляю соль при вас. Ну сколько это, блясу? Где-то порядка, ребята, может быть, около двух столовых ложек на литр воды. Я сделаю это на глаз. Я положу треть от количества соли, треть сахара. То есть, допустим, если три столовые ложки сахара, то одна столовая ложка сахара. Это обязательно, потому что сахар всегда балансирует соль. Да, да. Еще есть поверье, что сахар усиливает вкус. Комбинация соли и сахара. Соли и сахара. В рыбе действует точно. Да, просто венчиком сейчас хорошенько растворю. Значит, соль, сахар у нас есть. Теперь я положу сюда раздавленный чеснок. Чтобы вкус чеснока перешел в воду. В воду. А из нее в курицу. Это мы деструктурируем чеснок. Немножко положу сюда разных специй. Смотрите, ребята. Каких? Вот жгучий перчик. У меня нет молотого. Я сейчас его издумчу в ступочке. Немного зеленого перца. Это сухой зеленый перчик. Там черный какой-нибудь. Я возьму кориандра немного. Ну, ради понта. Кориандр хорошая вещь. Сейчас все это я деструктурирую в ступке. Как хорошо. Культурно человеком вообще. Не в говно. Я извиняюсь. Да? Да, не сильно в говно. Понюхай, как пахнет. Супер. Да? Слушай, вот кориандр все-таки сильная вещь. Очень сильная вещь. Теперь вы понимаете, друзья. Я еще не дошел до самой оригинальной вещи. До того, что называется фишка. Или извините за выражение, как я люблю говорить, лайфхачек. Сейчас вы понимаете, что моя задача погрузить эту курицу вот сюда, чтобы она полежала здесь. Слушайте, ну немало, может быть, даже так это вот сутки. Надо серьезно подходить к процессу приготовления курицы. Ну как, ну тут на самом деле ничего нет. Она есть не просит. Ты хочешь завтра сделать курицу-грид после работы прийти? Да? Ну поставь сегодня ее в воду. В холодильник поставь в этой воде. Пусть она сутки постоит. Ничего сложного нет. Тоже, кстати, атрибут новогоднего стола. Вот теперь лайфхачек в том, как сделать так, чтобы эта курица быстро, ну не быстро, может быть, хотя бы 12 часов надо подержать, если не сутки, но чтобы она эффективно, гарантированно пропиталась вот этим всем. Кожа-то мешает, кожа мешает. Мешает. Изнутри там доступ будет всем этим ароматам. Потому что там голые косточки, голая мякоть изнутри. Но там косточки будут мешать изнутри. Реберные там, да? Будут, да. Так вот, что делается. Смотрим. Подписывайся. Берется система палок. Это могут быть деревянные шпажки коротенькие, либо шпажки для шашлыка деревянные. Ну да, да, такие вот. Я сейчас просто для удобства... Солень, помоги мне тогда где-то... Вот так мы их сломаем. Сколько надо? Ну все. Мне нужны острые части. Это можно для чего-нибудь тоже сохранить. Я не знаю. Не важно. Нет, длина сейчас мало волнуется. Так, ну чтобы какая-то была длина. Так, и последняя. И смотри, что я делаю. Понятен принцип, кто в школе ядрена-мать учился. Иглуукалывается. Конечно. Шпажки намокнут. И начнут по себе пропускать жидкость внутрь. Даже из-за того, что образуется дырка, вода туда уже пойдет. И шпажка намокнет. Она будет пропитываться соленой водой и пойдет как по капиллярным таким... Да, по каналам. Да, да. То есть я сделаю вот так как-то, да? Чтобы грудку хорошо пропитать. Боюсь, термина еще нет такого. В ножку попадем, чтобы ножки равномерно пропитались. Ребята, подскажите термин. Пишите. Ждем с нетерпением. Термин для чего? С приставкой, да? Да. Для вот такой обработки. У нас грамотные подписчики. Остроумные. Мы знаем, вы придумаете. Вот видишь, я в разных направлениях. Сейчас ее, да, буду вот так колоть. Вот так она ляжет в раствор. Это не темалки я беру. Такая, как фильм ужасов. Я не помню, как он назывался. И восставший из ада, по-моему, там вот мужчина с такой головой ходит. У него гвоздики. Ну, смешная ведь курица. Я даже ей сейчас вот так. Я вот так ей в крылышко даже сейчас воткнул. Такая щетинистая. Ежирование. Точно. Ежирование курицы. Ежирование курицы. У меня теперь вопрос весь запекать в таком же виде. Нет, мы уберем. Она полежит, пропитается, мы уберем ее. Там ничего заметно не будет. Нет, просто если так подать, как я думал. Нет, зачем так подавать? Все, теперь мы ее отправляем. Я сейчас чуть-чуть воды теперь добавлю. Ну да, там концентрат... Потому что я... Концентрации хватит. Да, концентрации там достаточно. Даже если добавить. Надо найти место в холодильнике. Ну да, всякое говно выкинуть оттуда, которое давно валяется. И жалко выбросить. Поставить нормальный продукт. Ежированную курицу. А еще какие животные там, с иголками-то есть, дикобраза, да? Еще какие-то гадины есть. Такие гиены. Не, не гиены. Гиены это не животные. Да. Не, ну есть какие-то игольчатые такие. Не, немножко, да. Гадины. Для выровняю все-таки чуть-чуть добавлю соли. Вот так. Потому что я воды добавил. Тут изрядно специи-то хватит. Сахарку капельку добавлю. Вот так, вот хорошо бы на сутки. Но минимум 12. Минимум 12 часов, да-да. То есть это принцип как раз, да, вот накачивание курицы с соленой водичкой, ароматной. Она будет крайне сочная и крайне вкусная. Какой-то аналог есть, да, в промышленности есть аналог какой-то, да, там, ну, шпицу, шпицевание, конечно. Это мы просто растягиваем шпицевание по времени. А там просто раз, просто скачали. Качали, да, и сразу. А это такое домашнее шпицевание. Раз, шпицевание, и все. Ну, ну, понимаете, в чем дело? Когда курицу шприцуют, вот, например, копченые куры, и они очень сильно накачаны, да, с соленой водой, по сути. И там, правда, они еще используют всякую химию, химию, которая позволяет курице не терять собственные соки и не терять то, что в нее накачали. Это фосфатные всякие соединения добавляются. Мы этого не делаем. Промышленности это делают для того, чтобы нам продать, сука, воду. Потому что главная задача пищевой промышленности продать нам воду. На грыбе глазировка, на креветках. Да, да. Везде, везде, везде. В сливочном масле, чтобы побольше воды туда вбить. Даже если там молочный жир, а не какой-то другой. И в том числе накачать мясо, рыбу и птицу. Сволочь. Поэтому мы это делаем не для того, чтобы продать своим друзьям воду, для того, чтобы моим друзьям и мне просто было вкусно и сочно. У нас мотивация разная. Мы честнее. Вот такая, видите, наколотая, обколотая курица. Обколотая, да. Обколотая. Ежирована. Обколотая курица. И убираем, ставим. Да, мы ставим ее в холодильник. Считайте, что у нас прошло 24 часа или 12 часов. Курица насосалась уже. Помещать в духовку с грилем немножко. Она будет запекаться себе. Я сейчас просто закрою круглый противень бумагой. Она в духовку пойдет без палок. Палки в духовке уже не нужны. Происходит деежирование. Она уже насосалась палок. Да. Эти палки можно использовать еще раз. Высушить. Ставить в новую курицу. Куричные палки. Вот ты моя хорошенькая. Напиталась. Напиталась. Я ее кладу. Я могу ей, собственно, ножки и сдвинуть. Такой вот крафтовой веревочке красивый. А крафт это вот что-то такое? Это типа натуральный. Да, такое. Понимаешь, украфт. Homemade такое. Грубоватое такое, знаешь. Можно даже чуть-чуть ей еще прихватить крылья. Чтобы они не сохли, да? Чтобы они не распирало. Слушай, для чего мясо коптят или что-то такое делают? Что же в сетке это все происходит? Просто форму сохраняет лучше. Форму, да. И не распирает. Да, не распирает. Какими-то извращениями повеяло. Да, вот связываем курицу. Каждому свою. Один про говно, другой про верев. Я немножко ее сейчас поглажу. Там у меня стоит 180, значит, конвекция с грилем. Курочку я немножко, конечно, поглажу растительным маслом. Это для чего? Ну, чтобы корочка была. Не обязательно оливки. Да, обычное банальное растительное масло, да. И все, ей в духовку. Да, вот. Она себе там будет работать. Это может занять 40 минут времени. Пурица готова, собственно. Давай посмотрим. Что и следовало ожидать. Ну, больше 40 минут, наверное. Вот какая она. О! Пухлявенькая собака. Сок из нее вытек. Если полить. Ммм. Какая красивая. Ну, собственно, вот. Кто тут? Да. Вот здесь больше ничего не скажешь. Да и жужжеваная. Ножки сочненькие. Она вся сочненькая. Она не высохла. Мягенькая. Она как бы лопухлая. Она приятно заразу пощупать. За все места причем. Даже не дожопированная. Поэтому можно даже за жопку ее пощупать. Жопку, да. Мягкую, нежную жопку. Гарниром к ней пойдет все, что угодно. Я бы ее жрал без гарнира, признаться. На самом деле, да. И потом бы хлебушком вымокал еще и сок. Вот она немножко остыла у нас просто. Что тебе дает за эту ножку, грудку? Грудку. Конечно, грудку. С кожицей? Да. Кстати, грудка тоже сучная. Конечно, сучная. Сучная. Я вот люблю ножку. Ммм. Мм. Слушай, она очень хорошо промариновала. Да. Она правда не сухая. Грудка это вообще сухая штука. По задумке. А эта нет. А эта не сухая, очень вкусная. Классная. Ребят, вполне праздничное блюдо. Вполне новогоднее. Почему нет? Обязательно утку, что ли, лягуся на Новый год, правильно? Очень хорошая штука. Человеческая курица, да. Человеческая. Да, гриль. Промаринованная таким вот игольчатым способом. Весьма хорошая вещь. Очень хорошая вещь. От курицы гриль всегда ожидаешь какой-то сухости. Ну, вот такая всегда. Пересушенная. А здесь нет. Лайкайте друг друга, ребята. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Дарите ссылки в качестве подарка своим товарищам. По партии, соседям и другим старушкам. Да. Пока. Счастливо. Спасибо, Шеф. Всегда Ваш. Мне нравится, слушай, мы сейчас поставим в холодильник. Мы не будем ставить в холодильник. Мне нравится, помнишь, когда мы делали вяленые помидоры? Значит, 30% от всех комментариев было то, почему же Лазерсон, сука, нас нае обманул? Он встал помидоры в одну духовку, а вынул с другой. Так вы больные, ребята. Вы больные люди. Я что, не имею права, допустим, если мне верхняя духовка удобнее, я мог вынуть из верхней духовки помидоры на этой температуре, переставить в нижнюю духовку? А в верхней духовке что-то больные, что ли? Вот, значит, как он Вас тут обманул? Да никого не обманул. Я просто доработал помидоры, досушил в другой духовке, потому что мне понравилось, мне больше нравится верхняя духовка. Мне просто наклоняться, жопу, понимаете, наклонять не надо вниз. Помидоры я перестал в нижнюю, а в верхней работал какие-то другие свои вещи. Вот обманщика вы нашли в Лазерсонах. Вывели на чистый ум. Чтоб все были такие обманщики, как я обманщик. Умники, епта, эти. Они внимательно следят, понимая, что ты из другого духовки достал. Да, еб твою мать. Я же им не из жопы их достал, а из духовки все-таки. Значит, я все сделал как надо. Ну да, футболки еще, когда мы меняем, жиром заляпали. Если я заляпал рубашку, я поменял ее. А-а-а, там все. И что теперь? Он другой рубашки. Я не имею права заляпать себе рубашку? Или выпить чашку кофе? Скажите, что в конце у меня она будет пустая. Почему ты взял, сука, полную чашку, а через 5 минут на утек подать? Потому что я ее выпил. Субтитры сделал DimaTorzok